привет интернет с вами серж вы на канале бонус level и сегодня я хотел пообщаться с вами на такую замечательную тему как игры для playstation 1 но перед тем как мы начнем хотел отметить тот факт что на канале уже целая тысяча подписчиков и вы даже не представляете как не сказано рад я этому факту казалось бы совсем недавно я отмечал тот факт что вас было 300 а сейчас меня смотрит уже четырехзначное количество людей и безумно благодарен каждому из вас надеюсь вы впредь будете оставаться на канале а я буду снабжать вас разнообразным контентом но вернемся к ps1 на консоли которая сделала значительный скачок в 3d графике и ставшая победителем своего поколения но не только благодаря передовой на то время технологии но также библиотеки самых разнообразных игр на любой вкус и цвет и для этого ролика я подобрал десятку моих самых любимых игр для playstation в произвольном порядке и с небольшой ремаркой вы наверняка не увидите в этом списке много культовых игр вроде tomb raider metal gear solid resident evil или soul river причина является не то что я не люблю или не уважаю данные игры просто во времена когда ps1 была актуальна у меня по той или иной причине не было возможности поиграть в них я познакомился с ними лишь в ретроспективе а значит того чувства ностальгии они не вызывают так что если какой-либо вашей любимой игры здесь нет не переживайте а еще лучше напишите в комментариях ваш собственный список а я начну пожалуй с игры номер один spider-man если вы не знали я с самого детства являлся огромным фанатом человека-паука сколько я себя помню мне всегда импонировал данный персонаж и фантазия полетах на паутине не покидали меня вплоть до юношеских лет сейчас эти детские фантазии можно воплотить благодаря играм на современных продвинутых консолях но первая игра которая дала мне почувствовать вкус паучьих супер сил это та самая spider-man для playstation в игре присутствуют довольно масштабные уровни куча секреток и пасхалок огромное количество самых разных персонажей со вселенной marvel и набор из самых культовых врагов паука скорпион веном мистерио док ок карнаж прям а какую ностальгию вызывает кривая локализации игры от вектора с постоянно обрывающейся речью и дословно переведенными фразами которые не имеют никакой логики привет черный кот как дела ну и нельзя не вспомнить финальный побег от монстр ока визуал и озвучка которого долго виделись мне в ночных кошмарах я мог бы в принципе включить сюда и сиквел этой игры но вторая часть мне показалось несколько уступающей своей предшественницы и поэтому такой ностальгии по отношению к ней у меня нет то ли из-за более мрачной атмосферы то ли еще чего но первая часть однозначно в анлав игра номер два silent hill серия silent hill для многих является культовой а для меня так вообще любимой серии хорроров так что неудивительно что первая часть представлена в данном списке и хотя я должен признаться что в детстве я не смог осилить себя пройти эту игру самостоятельно потому что было страшно что-то все равно манила меня к ней возможно это была уникальная меланхоличная атмосфера заброшенного города или же слегка странноватые но такие реалистичные персонажи или же гениальное музыкальное сопровождение атакиры ямаоки ох звук мандолина винтро это просто топливо для ночных кошмаров я настолько боялся пройти ее полноценно в свое время что использовал диск game гуру который давал скачать сейвы с полным прохождением и побегать по разным уровням и посмотреть концовку и мне все равно было страшно мать его в любом случае первая часть silent hill хоть и не является моим любимым представителем серии но определенно одна из моих любимейших игр для playstation 1 игра номер три taken 3 я уже упоминал своих видео что я большой фанат серии taken и моя любовь к серии как и у многих началась именно с этой игры да что там taken 3 наверное одна из первых игр которые я увидел воочию на приставке и она взорвала мой детский мозг невероятно разнообразный стильный ростер персонажей невиданная до тех пор графика локации звуковое музыкальное сопровождение концовки персонажей я мог днями напролет залипать в taken 3 даже не умея толком играть за персонажей и все равно получать неистовый кайф а какой веселый был taken ball почему вы до сих пор не вернули его в taken 7 трусы до сих пор помню как мы с пацанами из школы с копом ходили друг другу в гости чтобы засесть и устраивать многочасовые игровые сессии и как все ныли и тяжело вздыхали когда кто-то выбирал мистера крестик нолик эдди гордо лучший файтинг для playstation вне всяких сомнений игра номер 4 need for speed high stakes любой кто хоть сколько-то знает меня удивиться что я поставил данную игру список ведь я абсолютно не фанат гоночек но причина по которой я включил nfs high stakes это сугубо ностальгия playstation 1 была подарена мне родителями на новый 2003 вроде бы год в комплекте с двумя частями человека-паука а также трехдисковым сборником всех частей need for speed от 1 до porsche unleashed и need for speed и мой батя взял скорее для себя так как он был большим фанатом машины гонок в целом и именно эта часть среди всех других нфс ок зацепила его больше всего сейчас когда моего отца не стало я иногда посматриваю на геймплейные ролики этой игры и с теплотой в душе вспоминаю время когда я просто сидел рядом с отцом и наблюдал как он оттачивал свое мастерство виртуального вождения разъезжая по разным игровым трассам и должен вам сказать все тамошние повороты и виражи знатно так въелись в мой мозг ну и в целом на форумах многие согласны что high stakes лучшая часть серии для playstation так что оставлю ее в данном списке игра номер пять трилогия спайро да я немного жульничаю и поставлю не одну игру а целую трилогию потому что я практически в равной степени люблю все части спайро разумеется сейчас стоит играть в эти игры исключительно форме ремейков для современных консолей и пк но глядя на версии для playstation 1 ну невозможно не умиляться происходящему на экране можно также и впечатлиться амбициозности игр которые рендерят довольно обширные локации наполненные самым разнообразным контентом при этом давая управлять довольно проворным даркошей и это несмотря на ограничение железа playstation 1 да и в целом игры про спайро очень крутые как их называют коллектофоны за которыми очень просто и весело проводить время даже сейчас в них по-моему идеальный баланс простоты и челленджи для любого игрока хардкорного или казуального отличный представитель золотого века 3d платформеров который выдержал проверку времени чему свидетельствуют выпуск и успех недавно вышедших ремейков игра номер 6 fighting force вспомните себя в детстве играя на сеги или дэнди в какой-нибудь battle tots или double dragon задумывались ли вы как эти игры выглядели бы в полноценном 3d и впервые ответ на этот вопрос я получил поиграв fighting force на playstation абсолютно классические во всех пониманиях битэмап но в трех измерениях и он на то время перенял все лучшее что было в культовых играх для сеги и нинтендо до этого не сказать что игра прям сильно выдающаяся но у меня лично приятные воспоминания о ней потому что это была одна из первых игр которые я поиграл на платформе вообще еще задолго до того как у меня появилась собственная пск мой дедушка водил меня в игровой клуб где как сейчас помню за 3 гривны а это около 15 рублей на 2002 год ты мог сидеть полчаса и рубить в любую игру какую попросишь а на то время 3 гривны вполне себе казались немалыми деньгами учитывая что в интернет-кафе за эти деньги ты мог сидеть целый час за компьютером было время игра номер семь final fantasy 7 игра ставшая культом и систем селлером на западе в свое время пленила и мое детское воображение несмотря на то что я откровенно говоря был мелким пиздюком и мало понимал тонкости сюжета персонажей кинематографичность происходящего заставляли меня не отпускать контроллер и часами на пролет наблюдать за похождениями клауда и его команды в мире final fantasy 7 я также благодарен этой игре ведь именно она посеяла семена моей любви к жанру японских рпг в то время как благодаря серии шин мигами танцы на ps2 они уже напрочь вросли в меня корнями и хотя сейчас есть первая часть ремейка для playstation 4 если вы планируете начать знакомство со вселенной ff7 с него просто доверьтесь мне и сперва поиграйте именно в оригинал на playstation 1 вы поймете почему когда доберетесь до ремейка и это сделает ваш игровой опыт в разы интересней игра номер 8 soul blade надо отдать нам к должное они очень сильно баловали владельцев playstation крутыми 3d файтингами многим данная серия известна по ее современному названию soul caliber которая взяла начало от версии этой игры для sega dreamcast конечно она на голову выше soul blade для playstation 1 по всем параметрам но это не умаляет достоинства последней по сути к плюсам данной игры можно записать все то же что было названо в текине огромный ростер крутые бойцы графон секретики но soul blade по моему слегка уступает текину в культовости и больше игра на любителя благо ей есть тот самый любитель и провел немало часов открывая концовки персонажей а какой здесь крутой опенинг ну и игра номер 9 x-men mutant academy 2 я уже говорил что люблю драчки по их количеству в данном списке я думаю это становится очевидно иллюзии икс-академии 2 мутантов 2 отличный представитель жанра для playstation конечно он ворует много идей с классических 2д файтеров от капком вроде x-men versus street fighter но именно за этой игрой я провел больше всего времени среди подобных ей игр причина этого довольно проста люди икс одни из самых культовых героев конца 90-х но что особенно радовал меня в данной игре это огромное количество секреток и пасхалок вроде скрытых персонажей и арен например в игре есть все тот же человек паук со своим уникальным боевым стилем даже лысый инвалид профессор икс из него сделали бойца а если вы выберете в качестве арены бассейн то выбранные бойцы будут одеты в купальнике обожаю подобное внимание к деталям и пасхалки да и просто это очень веселый и динамичный файтинг с кучей референсов и приятных нам персонажей игра номер 10 трилогия crash bandicoot кому завершать наш хит-парад как не старому доброму кэшу бануке ставшему чуть ли не маскотом playstation наравне соника и марио да и что я могу сказать про эту культовую серию чего не было сказано до меня да и надо ли думаю все кто хотел уже давно играли и знают все про эту трилогию игр а если вы среди тех кто все еще не прикасался к этой серии платформеров обязательно зацените ремейки для современных консолей или еще лучше пока ведь это единственная версия этих игр которая может похвастаться 60 кадрами в секунду что сделает вашу охоту за ящиками и ценными камнями еще более приятной вот такой вот у меня вышел списочек среди других почетных наград мог бы также назвать дюка нюкема сифон фильтр игры серии тони хок и многие другие но именно вышеперечисленная десятка это мои любимые игры для первой playstation и вызывают у меня наибольшее количество приятных ностальгических чувств а пока расскажите мне какие игры наиболее милы сердцу конкретно для вас и если вам понравился данный формат видео ибо я могу немало рассказывать про любимые игры на самых разных платформах от сеги и до пк с вами был серж и увидимся в следующий раз всем пока